Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал «Армаркетс», оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный Telegram канал «Армаркетс» с торговыми идеями, в котором каждый день мы размещаем вам в помощь дополнительный аналитический контент с упором на конкретные рекомендации, основанные на теханализе и фундаментальные посты. Дополнительная информация, друзья, чем больше информации, тем лучше. Я думаю, вы с этим согласитесь. Ну что ж, эта неделя долгожданная, потому что сразу же в предстоящие дни нас ожидает отчет по инфляции в США, ноябрьские цифры, и после данных по инфляции в среду нас ждет заседание американского регулятора, оно, точнее, начнется во вторник, но итоги будут подведены в среду. Это событие номер один. Этот новостной фонд точно определит перспективы не только американской денежно-кредитной политики, но и поможет нам найти ответ на вопрос, что же будет с долларом дальше. Что же нам делать с долларом дальше? Держать ли длинные позиции в расчете на то, что американский регулятор будет и дальше привержен политике высоких процентных ставок, как самое лучшее лекарственное средство против инфляции, либо Федрезерв все-таки включит заднюю, окончательно замедлит за какой-то период времени темпы повышения процентной ставки и после откажется от проведения политики, которая предполагает последовательное повышение процентных ставок. Так вот, те отчеты, ну, в частности, отчет по инфляции самого заседания американского регулятора, это для нас тот самый уровень водораздела, когда мы с вами, друзья, решаем. Держим длинные позиции, либо пришло время уже продавать в расчете на то, что в 2023 году индекс доллара будет слабеть, соответственно, как против мажорных инструментов конкурентов, так и вдоль всего широкого рынка. Сейчас индекс доллара на отметке 105.13. Я уверен, что мои коллеги не оставили вас без фундаментальной поддержки на прошлой неделе, но если есть какие-то фундаментальные пробелы, их нужно, конечно же, закрыть. Честно говоря, на прошлой неделе отчетов было не так уж и много значимых, на которых можно было бы обратить внимание. Я бы даже отметил, что в понедельник только вышел релиз АИСМ в сфере услуга США. В частности, хорошие цифры рост с 54,4 до 56,5. Сфера услуг – это один из основных компонентов, которые влияют на показатели в ВВП. Поэтому после такой статистики, я думаю, что все, кто хотел убедиться в том, что американская экономика довольно прочно стоит на ногах, они в этом убедились. Еще один релиз, который тянется еще с позапрошлой пятницы – это статистика по non-farm perils, по американскому рынку труда. Так вот, по факту цифр, я думаю, вы все прекрасно помните, мы увидели показатели в ноябре по приросту новых рабочих мест – 263 тысяч. Хорошая цифра, учитывая, что прогноз был на отметке 200 тысяч. Уровень безработица – 3,7%. Самый важный, пожалуй, для нас, как для тех, кто ждет отчет по инфляции, показатель данных по non-farm perils – это темпы роста зарплат, которые в ноябре выросли в месячном выражении на 0,6%, годовом – на 5,1%. 0,6% – это один из, по-моему, существенных, самых существенных приростов больше, чем за год. Почему я делаю такой акцент на этот компонент? Потому что темпы роста зарплаты зарплаты как раз и указывают на то, что экономика может уже быть в так называемой инфляционной ловушке или инфляционной спирали. Я некоторое время назад вам детально рассказывал о том, что это такое, почему я уверен, что американская экономика, которая, возможно, уже оказалась в ней, находится в условиях, при которых Федрезерв просто обязан повышать процентные ставки. Напоминаю, что инфляционная спираль – это когда растут зарплаты, потому что работники просят работодателей повысить оклады, оклады повышаются, но работодатели переносят возросшие издержки на стоимость конечных аваров и услуг. И вот этот замкнутый круг делает механизм роста цен самоподдерживающимся. Но для того, чтобы мы убедились в этом, нам нужно увидеть соответствующий рост базового показателя инфляции. Друзья, эти данные как раз выйдут завтра. И этот отчет точно даст нам понятие, является ли угроза высокой инфляции по-прежнему страшной проблемой для американской экономики, либо все-таки индекс потребительских цен уже идет на спад. И мы ждали как раз ноябрьские цифры, потому что хотим потенциально увидеть либо разворот в тенденции роста цен, либо еще раз, особенно для покупателей доллара, получить сигнал о том, что очень рано отказываться от покупок американской валюты, потому что инфляция остается высокой, потенциально даже сохраняет долгосрочный восходящий тренд и требует соответствующих действий от американского регулятора. Если вернуться к этому блоку данных, отчет АСМ в сфере услуг, данные по Non-Farm Pearls, это, конечно же, статистика, которая доказывает, что доллар еще рано списывается со счетов. Еще один важный момент, на который часто делают акценты инвестбанки, это риск рецессии, в котором может оказаться американская экономика якобы в начале 1023 года. Но если немножко развить эту тему, хочу обратить ваше внимание, что если даже о рисках рецессии говорить, то, скорее всего, опять же, ноги будут расти из высокой инфляции, то есть проблемы, которые нужно решить. Как решить эту проблему? Нужно создать условия для такого полуестественного ограничения потребительской активности через меры монетарного регулирования. Это как раз и предполагает проведение более жесткой монетарной политики. Сейчас не хочется повторять комментарии представителей американского регулятора, это сейчас даже лишнее, друзья. У нас будет возможность на этой неделе послушать непосредственно Джерома Пауэлла. Я предлагаю вам сейчас чуть расслабиться, дождаться на среду и уже после среды, в четверг, когда мы будем подводить итоги заседания американского регулятора, окончательно уже принять для себя то решение, что мы делаем с долларом в оставшиеся дни этой недели и уже в расчете на переход на 2023 год. Я пока сторонник длинных позиций. Я ожидаю, что в этот вторник, то есть завтра, когда выйдут данные по индексу потребительских цен, мы увидим рост базовой инфляции. Это не только мое субъективное мнение. Вы можете открыть экономические календари, посмотреть, увидите, что по прогнозам базовая инфляция должна вырасти с 6,3% до 6,4%, что потенциально должно стать поддержкой роста курса американского доллара. По золоту 1785 долларов за трость функцию. Пока что у нас до фактических итогов заседания Федрезерва три полноценные торговые сессии. И я по-прежнему не оставляю попыток все-таки визуализируем затащить золото выше 1800 долларов за тройскую функцию. Думаю, что этот уровень является более-менее оправданным. Золото, кстати, на прошлой неделе оказалось под давлением после того, как появились сообщения о смягчении антиковидных ограничений в Китае. Это поддержало спрос на риск, а золото, соответственно, просело. Но потом этот актив снова вернулся к сопротивлению 1800 долларов за тройскую функцию. В любом случае, друзья, долгосрочные перспективы золота будут зависеть от того, что решит Федрезерв и от того, что произойдет с долларом. Пока у нас такое подвешенное состояние этого новостного фона, пока мы ждем заседания американского регулятора, я думаю, что длинные позиции останутся в приоритете и золото будет интересным для покупателей. Европейская валюта 1.0508 тоже. После заседания Федрезерва мы получим ответ, как нам действовать и по евро тоже. Я сейчас рекомендую не добавлять этот актив в портфель, потому что на таком новостном фоне, неопределенном и ожидании того, что главные события только впереди, это очень рискованный трейдинг. В частности, евро в последние дни остается под влиянием рыночных настроений, которые формируются из-за комментариев представителей Европейского Центрального Банка. Причем эти комментарии настолько противоположные и настолько противоречащие друг другу, что трейдеры даже не могут определить, насколько Европейский Центральный Банк повысит ставку, кстати говоря, уже в этот четверг. Один из руководителей Европейского Центрального Банка, Франсуа де Велюра, считает, что ее нужно повысить на 50 байсных пунктов. После этого член Совета Управляющих Габриэль Маклу считает, что уместно повысить ставку на 25 байсных пунктов. Лагард за 75 байсных пунктов. Главный экономист Европейского Центрального Банка Филипп Лейн за 50 байсных пунктов. Но если придерживаться теории среднего уровня повышения процентной ставки, то, скорее всего, это будет в районе 50%. И это делает евро менее привлекательным, чем доллар, потому что контраст монетарных политик остается по-прежнему разительным. По биткоину я, опять же, сторонник того, что мы еще увидим. Впереди полноценная медвежья ралли. Тема краха биржи в текст не утихает, ее по-прежнему обсуждают. По-прежнему мы наблюдаем за слабым интересом со стороны институционалов к рынку криптовалют и ждем плохих новостей. И я еще повторю, сторонник того, что жесткая монетарная политика Федрезерва – это то, что продлится какое-то время, что будет повышать привлекательность доллара, в том числе и против альтернативных активов рынка криптовалют. И по биткоину, как и раньше, жду пробоя поддержки 15 тысяч ровно. И рынок нефти – 76,53, новостной фон, тотально располагает к тому, чтобы нефть росла. Но почему-то нефть снижается. Вот обратите внимание на смягчение антикобидных ограничений в Китае – это потенциальный рост экономической активности и то, что поддержит спрос. Потолок цен, который приведет на российскую нефть, приведет к тому, что будут ограниченные поставки. Из России производство просядет почти на 2 миллиона баррелей. ОПЕК могли бы помочь сбалансировать рынок нефти, но они не стали этого делать две недели назад, а приняли решение придерживаться прежних квот по уровню нефтедобычи, которые, кстати, предполагают сокращение производства нефти на 2 миллиона баррелей. И в прошлом месяце страны ОПЕК сократили производство на 700 тысяч баррелей. Это самое значительное снижение больше, чем за год. Выводы нужно делать, друзья, на мой взгляд, очевидные. Рынок нефти крайне сильно перепродан, и вот где-то скоро должен произойти разворот. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока!